Приветствую вас, по вашей болезни ничего не скажу, потому что не врач, диагноза ставить прав не имею, если честно, я этому рад, так что по поводу того болезни вас или нет сказать не могу ничего. Что касается истории в целом, то мне здесь видится следующее, мне здесь видится история следующей, точнее, мне видится история. Значит, говорят, что дом не в месте, а в сердце. То есть, дом это там, где в сердце, дом в сердце, не в месте, в сердце. Понимаете? Поэтому, в первую очередь, я бы сперва хотел вас спросить, вот когда вы говорите, да, что я хочу домой, в чём вы нуждаетесь? В чём у вас в этот момент нужда, что вы хотите домой? В чём вы хотите? Какие у вас в этот момент желания? Как вы себе это представляете? Ну, вот это желание, как вы себе представляете? Свои желания, да, свои потребности и так далее. как вы себе это представляете? Конкретно только нужно здесь, то есть дом, в вашем понимании, это что такое? Вот. Дом, в вашем понимании, это как вообще? Понимаете? Вот. Это вот такая очень-очень важная история, потому что именно с этого, именно с этого и начинаются ваши моменты. Вот. Дальше. Обычно, обычно, дом для человека, вот именно для человека, дом, это безопасность, это место, где можно отдохнуть. Вот. Место, где можно расслабиться. Да? Вот. А для нас же, ну и ходите в безопасность. Вы стремитесь к безопасности. Вот. Вы стремитесь к тому, чтобы чувствовать себя безопасно. Сам вопрос. Значит, получается, что вы находитесь в постоянном напряжении, в постоянной тревоге, в постоянной ситуации, в какой-то угрозе и так далее. Так получается? Ну, наверное, 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 вам на этот вопрос ответить будет тяжеловато сейчас. Тем не менее, это нужно проанализироваться. Вот. Потому что, если вы находитесь в безопасности, вот, если вам нужна безопасность, то это работа. И, в первую очередь, это работа с личными границами, вот, с личным пространством, то есть, с обращением внимания на себя, на свои собственные ценности, на свои собственные ресурсы, вот, а не на ресурсы, соответственно, кого-то другого. Это туда, то есть, не вовне, а вовнутрь. Вы же ориентированы очень сильно на внешнюю сторону. Такое впечатление, что вы пытаетесь бежать от себя самой. Вот. Но тут, конечно, история такая, что от себя не убежишь. Вот. Как бы вы ни пытались, да, от себя не уйти, это невозможно сделать. Вот. Поэтому то, что вас больше всего тягостит, да, то, что вам хочется, вот, это и нужно найти и реализовать. Вот. Возможно, вы сами не осознаёте, чего именно вы хотите до конца. То есть, ну, просто вот, у вас нет понимания. Вы себе это вытеснили, вы вытеснили то, чего вы хотите. Вот. Я рискнул предположить, да, вот только, только рискнул предположить. А рискнул предположить, что вы ощущаете чувство брошенности. Вот. Вот я рискнул предположить, что вы ощущаете чувство брошенности. То есть, у вас ощущение, да, что вас бросили. Вот. Когда-то вас бросили, потому что вы жили у дедушки и бабушки. Вот. И было ощущение, что вы живёте с чужими людьми на чужом, не в своём месте. Вот. И до сих пор у вас такое вот состояние. До сих пор вы так себя ощущаете. До сих пор вы так себя чувствуете. Вот. Вот это, конечно, очень-очень печально. Но если мы сможем найти это состояние, да, если мы сможем вспомнить это состояние, когда вы оказались, может быть, впервые у своих дедушки и бабушки, и как вам с ними жилось. Вот. Вот. Что, ну, вполне возможно, что вы наконец-то перестанете, наконец-то перестанете бежать от самой себя, да, и будете, примите себя. Кстати, это ещё один очень-очень важный вопрос. Вот. Насколько вы себя принимаете и принимаете ли вы себя? Да. То есть нет ли у вас проблем с принятием себя? Ну, грубо говоря, не отрицаете ли вы что-то в себе, не отвергаете ли вы чего-то в себе? Ну, вот, если вы чего-то отвергаете, да, то, соответственно, тот же вопрос, что именно. Ну, вообще, вот, как я уже сказал, да, это вот, ну, вы просто не привыкли к тому, что у вас есть личная пространство. Сами психологически, личному пространству вы не готовы, не готовы. Вот. Так что, с этим нужно проводить работу. Вот. Вы пишите, что до десяти лет я жила с бабочкой и тёцей в больших квартирах, я себя чувствовал, как вас так правильно, вы ебили в гостях, вот, в том-то и дело, что вы ебили в гостях, в гостях. Вот, вот, вы попробуйте у мамы спросить, почему она отдала вас, почему она отдала вас тёте и бабочке, вот. То есть вот, вот, с чем это связано, да, что она отдала вас туда? Почему она отдала бабочке и тёте? Не хотела? Чтобы вы с ней были, жили, или у неё были проблемы, а может, 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 что-то ещё было, было между вами. Но ведь вообще между вами, между вами, какие-то проблемы были. Понимаете? Вот. То есть вы этого не помните? Этих вещей, да, вы не помните, это нормально. Что вы не помните этих вещей. Но это не значит, что их не нужно вспоминать. Поэтому мне кажется, что вот одно из первых, да, что нужно сделать, это определить, насколько вы себя принимаете, да, и принимаете ли вы себя. Вот. Это... Один момент. Второй момент. Как у вас обстоит дело с личным расставством, да, то есть поработать над элементами личного расставства, на принадлежность, да, то есть что вы считаете вам принадлежит, принадлежит, принадлежит ли вам, что-то вообще. Вот. А, значит, дальше, бег от себя, да, то есть вот именно бег от себя, да, то есть вот как вы к себе относитесь сами. Что вы, может быть, думаете о себе сами. Опять-таки. Вот. Вот это все, вот очень важные, очень важные моменты. На самом деле. для того, чтобы понять, что с вами. Вот, вы говорите, что 18 лет вы переехали, переехали к музею, да, вот. А, с чем связано то, что вы, вот, к музею переехали так рано? Почему вы так рано переехали к музею? Это же ведь очень рано, вот, на этот взгляд. Вы куда-то спешили? Торопились? Может быть, опять хотели сбежать от себя куда-то, да? Вот. То есть вот постоянно жизнь это побег, побег, вы постоянно куда-то бежите. Вот. А это так не работает. Вот. Вам нужно остановиться и как бы себе сказать, так, стоп, я все, я больше никуда не не пойду. Все это вот момент, то есть все, я больше никуда не пойду. Буду все и буду смотреть, вот что меня не устраивает, да? Вы говорите, что у вас вот возникает депрессивное ощущение, да, то есть депрессивное чувство, ну депрессивное состояние возникает. А чего хочется в этот момент? Поиследуйте его тоже. А чего хочется вам? Что вы нуждаетесь в этот момент? Чего вы хотите вот в этот, в этот момент? Вот. 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 Вот это все такие очень важные на самом деле моменты, очень важные на самом деле нюансы, да? Я заметил, например, что вы склонны обесценивать вы склонны обесценивать, вы склонны подвергаться сомнению то, что вы делаете, ну, свои эмоции, свои чувства, вы склонны подвергаться сомнению. Вот. Если это действительно так, если это действительно так, то это еще один момент, да? То есть, вы с ребенком откуда знали в гостях, в гостях вы или нет? Правильно, вы не знали. Ну, если вы чувствовали себя в гостях, значит, вам что? Вам дали понять, получается, что вы в гостях. Если вам дали понять, что вы в гостях, значит, это как-то выразили. Вот, возможно, это выражалось в обесценивании. Возможно, это выражалось в несознательном обесценивании, но вы ребенком это чувствовали, запомнили, и теперь на это опираетесь. Теперь этим оперируйте. Вот. А на самом деле это все уже давно прошло. Но самое главное, самое-то главное, да? Что наиболее серьезное? Наиболее серьезное то, что благодаря этому вы не чувствовали принадлежность, вы не чувствуете принадлежности сейчас. Чтобы вы не чувствуете, что вам что-то представляет. Вот. Реально, что вам реально сейчас, что-то представляет, вы не чувствуете. И отсюда, собственно, да, отсюда вот и возникают такие сложности, отсюда возникают такие проблемы у вас. Вот. Так что я думаю, что это работа с прошлым, работа с опытом прошлого, работа с детством, вот, тем, что вы вытеснили в качестве, ну, вытеснили как, вытеснили как, как защитную реакцию вы вытеснили. Вот. Вот. Вот с этим всем нужно работать. Вот. И я полагаю, что если, если мы с этим поработаем, да, то вы сможете вернуть то, что было вам и утрачено. Вот. Вот. На самом деле, это не так сложно, как кажется. Вот это потребует, ну, определенного времени, конечно. Вот, работать со своими тюрками, вы же, вот, вообще идти из дома, вместо того, чтобы идти на... идти вперед. То есть, вы убегаете. Вот. А убегать категорически не рекомендую нельзя. Ну, вот. Для начала примите решение, для начала примите четкое решение, что вы больше бежать не будете. Вот. Для начала четко себе скажете, что вот это вот мой дом, вот, ну, той тайной жилплощадь. Вот. Если все, это мой дом, я буду в этом доме жить. Допустим. Вот. И все. Примите это решение. Скажите себе, что отныне будет только так. И никак иначе. Вот. И все. И лишите себя выбора. То есть, скажите, что я больше не буду бегать. Облегчите себе жизнь. А вы же пока этого не делаете. Правильно? Вы же пока... Снова и снова толкаетесь, толкаетесь себя на... путешествия. Вот. Ну, потому и... Не получается ничего у вас. Вот. Ну, ничего. Получится. Главное, не отчаиваться. Вы сделали первый шаг. Сейчас. Вы... Написали нам. Это здорово. Вот. Но за один ответ, да, на один вопрос вам не помочь. Нужно... Нужно больше информации о вас. Нужно больше информации о вашем муже, о ваших отношениях. Вот. Так что, выбирайте себе эксперта. На нашем ресурсе и начинайте работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи. Я не знаю, глубокий. Этоửа. Продолжение следует...